Я понял, что здесь надо отпустить себя просто и дрейвать нас. Куди там Томутом Ильченко, Владу Яну? Вон, Иван Литвинкович. Что танцовует? А говорили, что Литвинкович не танцует. Танцует. Первым финалистом стоит Евгений Литвинкович. Так, оглядываешься, кажется, блин, так все быстро прилетело, честно говоря. Когда я ему сказал, что Украина имеет талант, Женя, прийди, пожалуйста, он так сказал, хорошо. Мне почему-то ждалося, что он сказал, Господи, так и скажите, что вы гоняете меня, и вам нет чего больше сказать. Если честно, с первого эфира кастингов ждал, ждал, ждал. Думаю, когда же он же будет? Первый эфир, второй эфир, третий эфир, его все нет. Я уже и пишу, и спрашиваю, когда же будет Евгений Литвинкович? Я совершенно не ожидал, что именно эта песня вызовет такую резонанс. Женя! 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 Я этого счастья еще не могу охватить руками, поднять. Как настроение? Честно у меня только? Ну что, может, начнем? Мне кажется, что я все тот же, Жменька из Жодина, который вот поет, 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 поет. А заразь позволит вас поцеловать. В отличие от многих участников, которых я видел за все три сезона, он в этом шоу не выживает, он живет. Женя! Мы тебя любим! То, что я сейчас имею, благодаря проекту, я настолько это ценю, что если бы это можно было взять в руку, я бы это куда-то прятал. Потому что это очень ценно для меня. Евген Литвинкович Тихо, мать, я не могу по-другому. Я не могу по-другому. Тихо, мать, я не могу по-другому. Душа моя не заперта, но к сердцу путь перегражден. Слова остались мне, и в шепоте теней, я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей, Боже, лишь слова остались мне. Пустая тишина во тьме звенит, и мир молчит, весь мир молчит. Твоя лишь дом вина, тобой забыт, и в раненый несчастный мир не спит. Слова остались мне, и в шепоте теней, я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей, Боже, лишь слова остались. Слова остались мне, как дверь без ключей, Боже, лишь слова остались. Холодней летала вспоминаний боль, но в моей душе по-прежнему тепло. О, Господь, я о ней забыть скорей, чтобы ладо прошло. Слова остались мне, и в шепоте теней, я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей, Боже, лишь слова остались. Слова остались мне, и в шепоте теней, я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как двери без ключей, Боже, лишь слова остались мне. Слова остались мне, как двери без ключей. Спасибо большое. Женя, я не знаю, сколько раз я прослушала эту песню в твоем выполнении, я знаю тебе, хотя это секрет, я не хотела это говорить, но я ждала финала, чтобы еще раз услышать эту песню в твоем выполнении. Спасибо большое. Я помню, я еще сказала, что я была бы рада работать с Женей, если бы Женя. Я тоже помню. Вы знаете, я сегодня не буду никого судить, я не буду никого ругать, потому что не за что ругать. Потому что здесь, на этой сцене сегодня выступают только те, кто достоин быть здесь, только те, кого действительно полюбили зрители. Те, кто проделали огромный путь, провели колоссальную работу над собой, как над человеком, так и над собой, как над профессионалом, над музыкантом. Женя, я сегодня еще не один раз скажу тебе спасибо за то, что ты именно такой, за то, что ты делаешь это именно так. Я желаю тебе большого, длинного, прекрасного и счастливого творческого пути. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Серега, ты вместе с коллегами аплодировал Женю Стоичу на кастинге. Что скажешь сейчас? Женя, ты замечательно написал, сочинил русский текст к этой песне. Я с удивлением узнал о том, что это ты был. Я аплодирую тебе, как в прошлом автор. Это невероятный талант. То, чем ты обладаешь. Чувствуется, что ты устал, голос устал, уставший такой, но сердце твое, мне кажется, не оскудило на эмоции. Я вижу, что ты так же искренен, как в начале пути. И я аплодирую тебе за это выступление. Спасибо большое. Дякую. Сергей, вы завжди захопливались Женой, как артистом насамперед. Маю надею, что и сегодня вы имеете на его адресу втешные слова. Прежде всего, добрый вечер, дорогие друзья. И с наступающим Новым годом вас. Да-да, мы в преддверии праздника. Он уже на пороге. И у меня даже, Оксаночка, ведь есть уже елочка на пиджаке. Да, я жду праздника. Она прекрасна. Да, жду ярких песен, праздничных песен. Но артисты у нас пока еще не при празднике. У них пока темницы, какие-то страшные такие истории, разлуки, разводы, расставания. Все очень тяжело. Эту песню Женечка прекрасно спела на кастингах, действительно мы ее помним. И я, признаться, ждал, что Женя ее расскажет сегодня по-другому. Может, вложит в нее какой-то другой смысл. Где-то что-то саронизирует над чем-то. Может быть, над собой. Может быть, над этой девушкой саронизирует. Ну, да, и шут с тобой. А он, нет, он все драматично преподнес. С долей трагизма какого-то, как вот он это тогда пел. А мне кажется, при празднике эта вещь должна звучать несколько по-другому. И она позволяет звучать по-другому. Там можно иначе расставить акценты. Женечка, ты повнимательнее посмотри, почитай текст. И выходи еще раз. Я говорю это к тому... Я думаю, еще добрично, нечмин, запевай и икру. Что каждую песню можно исполнить по-разному. Опасно, импровизируйте мне было. И конфетти, где конфетти, черт возьми. Каждую песню действительно можно исполнять по-разному, в зависимости от ситуации. А, конечно, преподнес ты песню замечательно, как ты мог, да, драматично, с надрывом, с каким-то. Рассказал историю. Ты великолепный рассказчик. Но рассказывай каждый раз эту историю по-разному. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Игорю, дякую тебе за то, что Женя с нами. Будь ласка, тебе слово. Ну, с правой тем, что ялинка на ласканью соседов, это не привид, чтобы все песни спевать хихихиха-ха-ха. Тут складные слова. А ты хотел, Игорь, такую же ялинку себе на пиджак в гримёрке-то, а? Соседов, если ты будешь рассказывать все, что у нас происходит в гримёрке, Сережа, я с тобой говорить и перестану. А тебе не досталось. Мне не осталось того, что ты до ёлки это. Слава Богу. Женя, слава Богу, ты пришёл. Знаешь, есть такая передача в России? Это про твой прихід на X-Factor. Я вважаю, что... До речи, кто не понимал. Женя просто взял дослівный переклад израильской песни, того израильтана, який её написал, и заримовал. И поэтому, по сути, Женя є спевавтором, а в моём понимании, взагалі, автором. Потому что без рима, то будь-хто может. Насправді, друге выполнение, и снова зал встал. Это означает, что если соседа, что ты тебе скажешь, ты в десятий её будешь спевать, просто будут у всех вставать волосся, дипки. Классный выступ, гарный начаток. Спасибо, Иван Литвинкович. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok